Всем привет, ребят! Сегодня будет видео-обзор супер-крутой забугорской обуви. Небольшой анбоксинг. Скажу сразу, что обувь эту я носил. Мне пришлось всё обратно в коробку для вас запихать, чтобы показать, как это выглядело, когда я это открывал. Погнали! Пришло мне это всё вот в такой замечательной коробочке. Открываем. Выглядит всё это вот так вот. Коробка с обувью, Farfetch конвертик, внутри доки, инструкция по возврату, компенсации денег и так далее, и так далее. Сама коробка. Вот так она выглядит. И, собственно, пакетики. Ну и, собственно, всё. Почему я вам сказал, что очень крутая коробка? Потому что, когда к вам приезжает D-Chel, доставляете эту коробочку шикарную, она приезжает вам вот такая. Вы можете эту коробку, как это сказать, перевернуть, развернуть. И она у вас из такой коричневой, грязной, превращается вот в такую грязненькую. Очень опрятную и приятную. Теперь, что касается обуви. Открываем. Если что, я её не чистил, не протирал. Носил я её один день, собственно, поэтому я думаю, она выглядит достаточно презентабельно. Что касается обуви, в целом, Red Wing. Производится в Америке. С 1905 года вообще компания существует. У них есть три, так скажем, ответвления. Есть Red Wing для работы, то есть так и называется Work Boots. Есть Red Wing Heritage. Heritage в переводе с английского – это наследие. Собственно, и Red Wing для обуви для охоты. У них немножко другое название. Они называются Irish Setters. Сейчас начнём, наверное, с цены. Цена очень кусачая, скажу заранее. Начинается от 20-ки. Я понимаю, что не все могут себе позволить такую обувь. Но хочу также сразу заметить, то, что для себя... Я как бы тоже очень тяжело расстался с этими деньгами. Но для себя решил то, что обувь, я эту буду носить аккуратно, ухаживать за ней. И постараюсь проносить её, ну, наверное, сезона 4-5 точно. Вот. Всё сделано очень качественно. Очень аккуратно с точки зрения ручной работы. Здесь есть небольшие скосы и неровности. Но в целом на ноге вы этого не заметите. То есть, если только вот так приглядываться по швам, по проклейке, конечно, есть видны косячки. Но в целом гуд. В целом гуд. Очень гуд. Также хочу сказать то, что использовал я промокод на Farfetch. Загуглил. Блин, цена была супер кусачая. И я начал искать разные методы, как сократить стоимость. Забил прям в гугле промокоды Farfetch. Пробовал очень много промокодов. Не все подходили, но в итоге я всё-таки нашёл. Скинул мне промокод 15%. Сразу скажу, это не реклама. Кому интересно, я под видосиком оставлю ссылку на этот сайт. И скинул мне промокод 15%. То есть, стоили они 20 тысяч, я заплатил за них 17 600. Интересна сама техника создания бота. То есть, начнём, наверное, с того, что подошва – это из скрипа. То есть, материал очень мягкий, но достаточно рыхлый и непрочный. Очень много отзывов я слышал. То, что она очень сильно стирается. Особенно, знаете, не бывает идеальных людей. Все мы косолапим. И на пяточке стирается подошва очень сильно. Вот у меня даже прошёл один день носки. У меня уже пятка начала стираться. И прям видно то, что она сотрётся очень быстро. Сама подошва прикреплена к ботинку по технологии Weld. Не буду подробно рассказывать про эту технологию. Можете загуглить. Но скажу то, что подошву легко отодрать и присобачить ногу. Допустим, в России этим занимаются в двух городах. Это Питер и Москва. Я читал про магаз Cod7. Им вы можете сдать боты. И, собственно, они вам подошву поменяют. Замена подошвы, по-моему, стоит в районе 8 тысяч рублей. Если я не ошибаюсь. Я, конечно, им не звонил. Не общался с ними по поводу замены. Потому что боты ещё новые. Мне до этого далеко. Но, в целом, по-моему, такие цены называли. Хочу сделать акцент на маленьких деталях. Это как сделаны шнурки, во-первых. А, во-вторых, как язычок прилегает к самому боту. Во-первых, то, что меня удивило, это шнурки. Я, когда открыл упаковку, одел саму обувь, не заметил то, что на шнурках. Нет. Знаете, вот на некоторых шнурках, на кончиках, есть такая пластиковая штука. Ну, для удобства, там, продевания шнурков и так далее. Здесь этой пластиковой штуки нет. И когда я во второй раз увидел шнурок, я думаю, блин, что за фигня? Типа, у меня отвалился кусочек или что-то такое. Оказывается, нет. Кончики смазаны клеем, просто нереально дубовым. Я не знаю, это клей-момент или что. Но, короче, кончик, на кончике шнурка нет ничего. То есть, это просто шнурок, который обмакнули в клей и вот так оставили засыхать. Второе, это как приделан язычок к основанию обуви. Здесь язычок, видите, он приделан достаточно очень высоко. И здесь нет пространства, куда может залиться вода. То есть, вода, если вы только наступите вот посюда в воду, тогда только вода начнет просачиваться. Ну, конечно, естественно, если вы даже наступите вот посюда, вода будет проходить через вот эти швы. Я не видел обзоров и не могу сам сказать, что насчет водостойкости и так далее. Поэтому комментарии оставлю позже, насколько они выдерживают наши московские снега и дожди. В целом, по носке очень-очень жесткая, твердая обувь, которая требует разноски в течение, наверное, не собрать, ну, наверное, недель-двух-трех точно непрерывной носки. То есть, если вы ее будете носить раз в день, ну, вы ее разносите, наверное, годик это через пол. Но если вы будете носить ее каждый день и по много ходить, то, я думаю, трех недель хватит. Очень многие жалуются, то, что ноги в кровь, то, что мозоли. И это правда. Запаситесь сразу пластырями, толстыми носками, двойными носками и так далее, и так далее. Потому что она очень жесткая, ребят. Несмотря на то, что это кожа, носок просто дубовый. Производители сами рекомендуют носить на двойной носок или на шерстяной носок, чтобы у вас не было мозолей и не натирались места, где щиколотка, сами пальцы. И вот чуть выше, где именно вот эта часть, где крепится язычок к обуви. Потому что вот эта часть натирает тоже очень сильно. Что внутри? Ну, внутри сам лейбл. Red Wing Shoes. Написано то, что, естественно, сделано в Америке. Ну и размерная сетка. По размерной сетке хочу сказать то, что Red Wing большимерят на один размер. То есть, если у вас, допустим, нога сороковая, то нужно покупать себе тридцать девятую. Если нога тридцать девятая, то тридцать восьмую. У меня ножка очень маленькая. У меня обычно USA 7. Но я решил взять 6,5. И то они большие достаточно для меня. То есть, я потом пожалел то, что не взял 6. Но в целом потом понял. Ну и 6,5 в принципе тоже неплохо. Всегда смотрите на сантиметры. И не поленитесь. Возьмите сантиметр или линейку. Измерьте вашу стопу. По поводу колодки ботов. Она достаточно широкая. То есть, если у вас широкая стопа, то на широкую стопу тоже эти боты подойдут. И еще в небольшом моменте. Всем будет интересно. Раньше те, кто покупал еще давно Red Wing, здесь они печатали такой лейбл Red Wing Shoes. Чуть позже они лейбл этот с внешней стороны убрали, но стали печатать с внутренней стороны Red Wing. Просто надпись. Сейчас ни с внутренней, ни с внешней стороны лейблов нет. Ну, то есть, тот, кто не знает, не поймет то, что это Red Wing. Не знаю, почему они перестали это делать, но некоторые ребята жалуются то, что... Ну, не жалуются как, они просто покупают, потом читают отзывы в интернете, говорят, ой, вы знаете, я вот в 18-м году купил бот, а на нем там есть, допустим, вот эта надпись или вот эта... Неужели я купил подделку? Нет, ребят, они просто производят обувь в большом количестве, и эта обувь у них хранится на складе. Естественно, у них спрос на эти боты небольшой, потому что цена достаточно высокая, и даже американцы говорят, блин, очень хочу обувь, но дорогая. И боты эти стоят на складе, иногда вы можете просто купить бот, который был произведен еще в 16-м, в 17-м году и так далее. Где вы это можете посмотреть? Вот здесь на язычке, на лейбле, с правой стороны, маленькими буквами, я не знаю, вы увидите, нет, есть 4 цифры. Наверное, не увидите, но здесь, в общем, есть 4 цифры. Вот у меня 11-17. То есть бот этот был произведен в 17-м году, в ноябре. Представьте, я его купил в 18-м году, в ноябре. То есть прошел целый год, эти боты стояли где-то у них сначала на складе, потом они переехали в итальянский реселлер, и с итальянского реселлера вот мне прислали посылку сюда, в Россию, в Москву. По теплоте. Я... Все, конечно, индивидуально, персонально, но я не рекомендовал бы покупать эти боты на зиму мерзлякам. Здесь нет начоса, здесь нет утеплителя, ничего нет, то есть это просто кожа, поэтому в самые жуткие морозы, ну, я буду надевать шерстяной носок, двойной носок, прибегу к чему-нибудь, что спасет мои ноги от холода, но в целом боты холодные, скажу сразу. Также у Red Wing'ов есть целый набор средств по уходу, и даже есть целый кит, но можно и по отдельности покупать, типа, только щеточку, только там масло и так далее, и так далее. Я пока себе ничего не купил, а кит стоит 3,5 тысячи, но, блин, честно сказать, достаточно дорого для средств. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, оставляйте под видосиком, на все отвечу, и так далее, и так далее. Всем помогу. Комментарии по всему чему угодно. Жду с нетерпением. Ну и, собственно, все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok